Здравствуйте! Сегодня последний день Светлой Седмицы, или как его еще называют, Антипасхом. Следующий большой праздник – Радоница, день поминовения усопших. О нем более подробно сегодня расскажет протеерей Николай Архангельский, ключарь Святой Богородицы Неаполимовского храма города Ульяновска. В православной традиции существует много праздников, которые связаны именно с поминовением усопших. Почему праздником называется? Потому что это всегда радость для усопших. И Вселенские Родительские Субботы, Троицкая Родительская Суббота, Дмитриевская. А есть такой праздник, как Радоница. Это пасхальный праздник, потому что он празднуется сразу после Светлой Седмицы. И называется Радость Радоницей, потому что это великая радость для усопших. Дело в том, что Великим Постом меняется обычное поминовение усопших. Не служатся панихиды, только они служатся один раз в неделю по субботам. А так служатся коротенькие поминальные службы, литии. И бывает всегда поминовение усопших на полной литургии, когда священник вынимает из служебной просфоры за усопших частицы вспоминанием имен скончавшихся в вере православной, которые чают, то есть ожидают своего воскресения из мертвых и справедливого, но и милостивого Божьего воздаяния за те праведные дела, за те скорби, которые они терпели ради веры, ради любви к Богу и к людям. И вот в первую очередь, конечно, церковь молится о тех людях, которые скончались вот именно в вере и надежде светлого воскресения. И вот сразу после воскресения Христова, то есть когда эта правда еще у нас на устах, мы даже вот с друг с другом не просто здороваемся, а говорим «Христос воскресе», отвечаем «Воистину воскресе», многие, конечно же, как бы по традиции произносят эти слова, не придавая вот именно значения глубинному смыслу этих слов. Христос жив, Он воистину жив. Вот когда ты говоришь о человеке, которого вчера похоронил, а через день ты с ним здороваешься, обнимаешься, садишься и вместе кушаешь, эти слова принимают совсем другой смысл. То есть этот человек действительно ожил. И многие вот свидетельства исторические говорят именно о том, что это так поражало христиан. Они говорили «Жив Господь», жив, и задавали этот вопрос, и отвечали «Да, воистину жив». И поэтому сейчас вот эта истина, она трансформировалась вот в такое короткое приветствие. Христос воскресе, воистину воскресе. И это важно уже и нам сейчас, живущим на Земле, много позже. Потому что как бы стирается вот это эмоциональное восприятие этой истины. И очень трудно бывает даже современному человеку поверить в то, что мертвый человек может ожить. И даже те, кто произносит эти слова, не всегда верят в это. Потому что если вот мы спросим их «А ты веришь в то, что вот твоя бабушка, которую ты посещал вчера, ее могилку, что она воскреснет?» Скажут «Да нет, этого не может быть». А почему же ты говоришь, что Христос воскрес? Поэтому очень важно, чтобы вот эти слова, они глубоко проникали в ум и чувство человека. И когда вот именно с таким восприятием человек подходит вот к этому дню, которую Церковь называет Радоницей, он уже знает, что ожидать от этого праздника. От этого праздника ожидается проповедь, утверждение истины, свидетельство этой правды, что Христос воскрес, и все умершие также воскреснут, как и Он, оживут. То есть душа, которая сейчас жива, она находится на небесах, она вернется на землю, в эту самую могилу, которую откроет Бог. И те самые неприглядные страшные кости, они начнут двигаться, начнут облекаться плотью, жилами, покроются кожей, и из гробов восстанут крепкие и сильные люди. И это будут те самые тела, которые Господь сотворил. Но они будут новые, потому что тление смерти их разрушило. Вот это вот обновление, обновление жизни, это торжество жизни над смертью, оно уникально именно в том смысле, что это навсегда. То есть уже не будет обратного движения. Если человек воскрес, он победил смерть, и значит, он обрел истинную жизнь, полноту жизни. То есть он исполнил предназначенное ему Господом. Он вошел в вечную жизнь. Вот этого мы очень хотим, этого мы желаем себе, но мы этого и желаем усопшим. Их нет рядом с нами, но есть память о них, и есть любовь к ним. Поэтому вот эту светлую память, вечную память, эту любовь к ним, чувственную любовь, мы облекаем в духовную оболочку религиозного обряда. И таким образом вот эта молитва заупокойная в этот день, она обретает великую силу. Силу именно, потому что она связана с воскресением Христа. То есть, вот вы знаете, бывает иногда флейта играет, да, или какой-то скрипка, один инструмент. Но когда бывает целый оркестр, вот этот вот звук, эта вот гармония, она, если еще музыка прекрасная, она поражает слушателя. И многие вот собираются на симфонические оркестры, духовые оркестры, любят послушать вот эти вот красивые произведения. Вот на небесах бывает великое торжество. И там тоже вот эти прекрасные песнопения ангелов, которые великие, громогласные, которые прославляют Господа. И вот это торжество загробного мира, оно очень глубоко проникает во все, абсолютно во все чертоги пространства загробного мира. Там есть не только небесное царствие, там есть и ад. И в этом аду томятся люди. Но эти люди, грешники, нераскаянные, может быть даже очень страшные преступники, они все равно не лишаются милости Божьей. Как вот мать, она всегда будет заботлива каждому своему ребенку, даже того, кого она наказала, она делает это с любовью. Она всегда его и накормит, и обогреет с тем, чтобы его потом воспитать и взрастить добрым, сильным и крепким. Вот так и те люди, которые находятся, может быть, даже сейчас за грехи свои в аду, они получают там великое утешение. То есть вот эта красивая духовная музыка, вот это торжество небесного царствия, это, с одной стороны, это действительно прекрасное песнопение, но с другой стороны, это яркий свет Божий. С другой стороны, это и духовная пища, которая насыщает души, живущие там, потому что любой организм живущий, он нуждается в какой-то пище. Души нуждаются в духовной пище, и Господь их питает вот именно вот этим светом, вот этими красивыми песнопениями. Это называется благодать Божия. И вот эта благодать Божия, она проникает и на дно ада, и даже там людям, которые очень грешны, бывает облегчение. Это говорит о всеобъемлющей, всесильной Божьей любви. И мы, люди, живущие здесь на земле, мы эту любовь призываем в свои сердца, соединяем с энергией своего сердца и возносим туда, кто нуждается в этой молитве. То есть это наши усопшие. Поэтому традиционно на этот праздник, на эти заупокойные службы всегда бывает очень много поминаний. Каждое имя поминается, их сотни, тысячи имен. И все эти имена произносятся. И каждое это имя – это бесценное сокровище для Бога. Для нас понятно, потому что это наши родители, наши близкие друзья, но для Бога это драгоценный бисер. И, как вот сказано, Господь сравнивает очень часто себя с пастырем. Пастырь имеет свое стадо, и все это стадо в безопасности. Если одна овца потерялась, Он оставляет эти вот 99 овец и уходит и ищет эту пропавшую овцу с тем, чтобы спасти, чтобы она не погибла. Вот так и вот эти овцы – это как бы образ душ человеческих. И Господь приходит и ищет даже вот эту пропавшую овцу. То есть для Господа каждый человек – это бесценное сокровище. И поэтому очень важно, чтобы мы сами, люди на земле, христиане православные, помнили об этом. И чтобы наши синодики, синодик – это такая книга, в которую мы записываем имена и живых, и усопших, чтобы у каждого в своей семье был свой синодик. И чтобы он из поколения в поколение передавался своим детям. И чтобы дети знали, что это там дядя Коля, это там баба Маша, и кто они, и как они жили. То есть мы же молимся – вечная память, из рода в род. То есть обязательно эта память должна жить в сознании людей. И каждый должен молиться прежде всего за свой род. А дальше уже и за всех. Ну, конечно, мы понимаем, что всех имен не счесть. И даже вот если сейчас поговорить вот с людьми, ну, про бабушка, про дедушка и не более. То есть многие не знают своего родства. А вот церковь, она всегда молится и за тех, о ком забыли. Поэтому очень важно здесь именно, чтобы сам человек, живущий, проживший свою жизнь, с миром, принявший кончину блаженную и вошедший в загробный мир, чтобы этот человек умирал с верою. И вот эту мысль внушает и этот праздник. То есть это праздник для тех, кто веровал. И их вера не посрамилась. Христос воскрес. И это правда. Поэтому когда человек получает какое-то духовное удовлетворение от молитвы и умом понимает, что это удовлетворение имеет высочайший, осмысленный вот этот смысл, то есть это правда, это имеет догматическое, нравственное обоснование, то такой человек обретает твердую почву под ногами. Он понимает, что он служит людям, что он служит Богу, что он сам готовится в свое время соединиться с тем миром загробным, который уже с Господом. И когда Иисус Христос придет на землю, чтобы судить этот мир, уже не будет неба, не будет земли, будет новое царство. Какая это будет жизнь, мы не знаем. Но говорит Священное Писание, что око не видело, ухо не слышало, то, что Господь приготовил любящим его. То есть вот этот праздник радости, это праздник любви. По обрядам этот праздник выглядит как всеобщая панихида. То есть в церкви после Божественной Литургии совершается в центре храма, не как обычно вот где-то на панихидном столике, в углу, на каноне, а именно в центре храма при большом стечении народа совершается вот эта заупокойная служба панихида. Паминаются очень много усопших, а затем верующие считают своим долгом посетить могилы. И поэтому в этот день они идут на кладбище и убирают могилы, моют надгробные памятники, кресты, красят, обновляют, сажают новую зелень. Одним словом, они своими руками, своими трудами отдают дань уважения родным гробам. Потому что очень важно именно в нашем христианском сознании почитать могилы. Мы и сам обряд-то погребения, он у нас как проводы жениха или проводы невесты. Когда тело усопшего омывается, одевается во все чистое, его целуют, его украшают цветами. Ну чем не невеста, чем не жених, но только именно для небесного царствия. И потом это все оживет, и будет еще большее торжество, и будет только одна радость. Поэтому вот эта забота о гробах, это очень глубоко наш вот именно традиционный православный обряд, русский обряд. И надо непременно, непременно его поддерживать, брать своих детей на могилки, чтобы они своими вот этими детскими пальчиками там украшали веночки, что протирали фотографии. И непременно, непременно после того, как они убрали могилку, сотворили сами, своими словами, помолились о упокоении усопших и о даровании им небесного царствия. И чтобы в каждое слово здесь было вложено именно глубокое понимание того, что сделал для нас Христос. Он ожил, Он был первенец из мертвых, и теперь эта дорога открыта всем. Поэтому если вот это сознание будет, то человек не будет бояться смерти. И ведь смерть, она была страшна до того момента, когда Христос не спустился в ад и не уничтожил там всякое вот это зло. Поэтому сейчас тот, кто принимает смерть с верой за Христа, он обретает несравненно больше, чем любые блага, которые здесь есть на земле. Самое главное – находиться в лоне Святой Церкви. То есть непременно учиться, думать, чувствовать, жить в границах нравственного закона, который определил Христос. Это и есть истинная свобода, когда человек служит высшим идеалам и подчиняет себя вот этой Святой Жизне. Тогда этот человек становится действительно на радость всем. И Богу, и людям, и сам чувствует в сердце своем, что он живет не зря. Вот это вот очень важно понимать в этот Святой День, в День Радоницы, когда мы поминаем усопших. Аминь. Редактор субтитров А.Семкинayor Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok